Всем привет, меня зовут Аскар, с вами канал IT Verdict и сегодняшний выпуск будет немного необычным для моего канала. Дело в том, что я хочу поделиться с вами мыслями касательно текущей ситуации на рынке игровых девайсов. Как наверное многие из вас знают, некоторое время я работал оператором и соведущим на канале Хороший Выбор, и за время работы там у меня на руках побывало очень большое количество устройств, в том числе и игровых. Был я удовлетворен этим опытом? Далеко не всегда. Все дело в том, что за последнее время большинство игровых брендов навязали современному покупателю неверную трактовку понятия качественный продукт. Сейчас качественный продукт для большинства людей это а который сделан известным брендом, б это продукт который стоит больших денег и в это продукт который популярен среди тех же геймеров или например блогеров. Буду говорить на примере тех же игровых наушников. Чаще всего это однотипное решение с посредственным звуком и с выпирающими низкими частотами, которые если и выделяются то лишь с замысловатым дизайном и подсветкой и если повезет удобством. А сейчас постарайтесь объективно ответить вот на какой вопрос. Если вы не являетесь стримером, то какое значение для вас имеет внешний вид и подсветка наушников? Да, безусловно, любая вещь должна иметь приятный внешний вид. Однако в случае с игровыми девайсами зачастую внешний вид является основным вектором развития. При этом то, что действительно важно в наушниках, а именно качество звука, уходит на второй или даже на третий план. И единственное важное преимущество, чем объективно могут похвастаться игровые наушники, это удобство. То есть вы с комфортом можете проводить в них большое количество времени. Однако сейчас большинство производителей и так уделяют этому достаточно много внимания и их решения не уступают по этому показателю более именитым брендам. Естественно я не беру в расчет ультрабюджетный сегмент наушников, скажем за 300 или 400 рублей. Так вот, именно поэтому в большинстве своем игровые девайсы созданы лишь для имиджа и имеют спрос лишь благодаря агрессивному маркетингу и людям, которые на него ведутся. Так к чему я это все? Да дело в том, что я очень хочу, чтобы вы как мои зрители и вообще все те, кто смотрит это видео, очень ответственно и взвешенно подходили к выбору того, что вы приобретаете. Ведь именно мы, покупатели, формируем рынок и создаем спрос на товар. И очень хочется, чтобы мы были более требовательны к качеству и к действительно важным вещам и стимулировали тем самым производителей к развитию, к созданию новых технологий, к их внедрению, а не к созданию 10 дополнительных видов подсветки для наушников. Ведь вместо того, чтобы потратить 5-7 тысяч на игровые наушники, вы можете без проблем найти наушники за 2-3 тысячи с более солидным звуком и плюс еще купить отдельный хороший микрофон. При этом вы получите устройства, которые действительно выполняют функции, для которых они были созданы, и еще сможете сэкономить. Конечно, если вы зарабатываете достаточно для приобретения дорогих девайсов, то почему бы и нет. Однако, если вопрос денег стоит для вас не на последнем месте, то советую все-таки с умом подходить к выбору и не гоняться за одними лишь брендами. В любом случае, все то, что я говорил сегодня, применимо не только к наушникам, а абсолютно к любым игровым девайсам. В любом случае, спасибо за внимание, надеюсь этот выпуск окажется для вас интересным. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, а также напишите ваши 2-3 любимых игровых девайса, только честно. Подписывайтесь на канал, оценивайте видео и почаще оказывайтесь на месте вот этого товарища и задавайте себе вам тот вопрос. Что ж, увидимся в следующих выпусках, с вами был канал IT Verdict, пока! Дорогие друзья, если вы покупаете электронику в китайских магазинах, то очень рекомендую посетить созданный нашим каналом агрегатор товаров. Он располагается на странице ВКонтакте, где вы найдете только лучшие товары от крупнейших китайских торговых сетей. При этом мы избавим вас от многократных повторов одного и того же товара и от недобросовестных продавцов. Из функций вы сможете подписаться на интересующую вас рубрику, оставить заявку на поиск интересного вам товара, а также вы сами сможете найти интересующий вас девайс через поиск по рубрике или в каталоге товаров. Мы будем рады вашей поддержке! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова